Самый запоминающийся случай кармы в действии, который вы когда-либо видели. Мой отец рассказал мне эту историю. Он возвращался домой с побережья. Примерно в паре километров впереди произошла авария и образовалась большая пробка. Ну что ж, бывает. Мой отец набрался терпения и медленно полз по дороге. Некоторые другие водители не были столь терпеливы и объезжали пробку по обочине. Моего отца это дико бесило. Каждый хотя бы раз был в такой ситуации. Нас раздражают придурки, которые едут по обочине и придурки, которые их потом пропускают. Мой отец тоже хотел последовать за потоком, но потом решил не нарушать правила. Подъезжая ближе к месту ДТП, он увидел двух полицейских, которые тормозили всех, кто ехал по обочине и выписывали им штрафы. Он описывал это как одну из самых приятных картин из всех, что когда-либо видел. О, чувак, эту ситуацию надо нарисовать. Я не очень хорошо рисую машины, так что не судите строго. Моя собака пыталась сожрать мои суши, пока меня не было рядом со столом. Я вернулся и обнаружил пропавшее васаби и моего чихающего пса, который смотрел на стол с отвращением. Когда я заказал суши в первый раз, я подумал, что васаби это паста из авокадо. На свидании с девушкой я смело беру из ее тарелки, пока она не видит пасту из авокадо и щедро кладу на свои суши. Я продолжал повторять. Я понятия не имел, что суши бывают такими пряными. Моя девушка не понимала, что случилось, потому что сопли текли по моему красному лицу, а суши, которые мы заказали, были определенно не острые. Я, наконец, признался, что украл пасту из авокадо и она не могла перестать смеяться. Я полностью заслужил это. Я был смотрителем в зоопарке. Одна мерзкая сучка высмеивала нашу ламу за то, что та выглядела ужасно. Лама была замечательная, просто недавно перенесла операцию по коррекции челюсти. Эта тупая показывала на нее пальцем и угорала над нашей ламой. Лама плюнула ей в рот. Я дал ламе угощение и сказал, что она хорошая девочка. Я работал в супермаркете. Однажды очень взволнованный клиент А подошел ко мне и сказал, что он снял наличные в банкомате и случайно забыл их забрать. Он спросил, не обращался ли кто-нибудь по этому поводу. Я собирался сказать нет, когда вдруг появился клиент Б, который сообщил, что стоял в очереди позади него в банкомате и получил деньги. 200 фунтов, приличная сумма. Клиент А был очень благодарен и предложил ему денег, но он не взял их. Затем клиент Б купил моментальную лотерею и обнаружил, что выиграл 5 фунтов стерлингов. Не самый большой куш, но тем не менее это точно карма. Я ударилась коленом об угол кровати в отеле, и мой муж долго смеялся надо мной, пока чистил в это время зубы в ванной. Как только он выходит из ванной, он точно так же ударяется коленкой о кровать. Мгновенная карма. Моя очередь смеяться. У моего парня большой внедорожник GMC. И однажды в один очень снежный день зимой куча машин застряла в сугробах. Свой выходной день мой бойфренд провел, помогая другим водителям, и выдергивал их машины из снега. Абсолютно бесплатно. В какой-то момент, когда он помогал одному водителю, какой-то придурок пронесся мимо него на своем корыте бешеной сигнале и окатил его снегом. Урод. После того, как мой парень вытащил очередную машину, он направился дальше по дороге в том направлении, куда поехал этот осел. Через километр он обнаружил этого мудака, стоящим рядом со своей машиной, которая торчала в огромном дереве. Мой парень погудел ему клаксоном, помахал рукой и проехал мимо. Чувак просто повесил голову, как побитая собака. Отличное зрелище. Один засранец в средних классах все время пытался стащить мой телефон. Это был дешевый кнопочный телефон, он делал это только для того, чтобы позлить меня. В нашей школе существовало правило, нельзя носить телефон на урок. Учитель вышел из класса на секунду, чтобы перекинуться парой слов с другим преподавателем. А придурок-пацан схватил мой телефон. Учительница вернулась и поймала его с поличным, с моим телефоном. Она не поверила, что это не его телефон, и парень получил наказание. Я гулял по набережной в Сан-Антонио и увидел, как одного парня обгадил голубь. Его кореш заржал и начал подшучивать над ним. Но не прошло и десяти секунд, как его одежда тоже была заляпана птичьим пометом. Я работал в продуктовом магазине, и мне нужно было достать с верхней полки лапшу быстрого приготовления. Все, что у меня было, это неустойчивая дешевая раскладная лестница. Забрался я без труда, но вот спуститься загруженным лапшой было травмоопасно. Поэтому я попросил коллегу о помощи и оперся на его плечо для равновесия. За это он прозвал меня принцессой. Вскоре он выставлял на полках двухлитровые бутылки колы и, промахнувшись со ступенькой, грохнулся на пол. В итоге он обрушил стеллажи и сломал руку. Я видел это и быстренько свалил, пока меня не попросили убрать разлитую на полу газировку. Не мгновенная, но все же карма. У моего отца на работе постоянно кто-то воровал обед. Он купил самый острый соус и щедро добавил его во все свои бутерброды. Боришка был вычислен в тот же день по багровому лицу и слезящимся глазам. Его в итоге уволили, а мой папа смог спокойно наслаждаться едой в обеденный перерыв. У меня была подобная история. Один парень на моей работе мог позволить себе есть на обед только сэндвичи с тунцом, и их постоянно кто-то воровал. Однажды это произошло три дня подряд. Парень не выдержал и положил на хлеб вместо тунца самые дешевые кошачьи консервы. Сэндвич исчез, вора не поймали, но с того дня его обед больше не трогали. Видел парня на шикарной спортивной машине, наверное это была Феррари, который кричал на пешехода и велел поторапливаться. Пешеход переходил дорогу на зеленый сигнал светофора по зебре и не нарушал правил. Как только пешеход вступил на тротуар, парень вдарил по газам и повернул за угол. За углом стоял большой грузовик, водителю которого полицейский выписывал штраф. Парень слишком резко дернулся с места на светофоре, поэтому не вписался в поворот как следует и просто не мог не задеть грузовик. Я даже не видел этого, а просто слышал хруст железа сразу после того, как спорткар свернул за угол. Однажды у меня украли обувь. Мне было 17 лет и я пошел на вечеринку, где были подростки из двух разных школ. Когда я зашел в дом, я снял свои новые найки, которые совсем недавно купил за 140 бачей. Несколько часов спустя, когда я собрался домой, то обнаружил, что моя обувь исчезла. Я подозревал, кто их забрал, парень с другой школы, но у меня не было доказательств. Мне было так грустно и так стыдно. Я должен был ехать домой в одних носках. Короче говоря, неделю спустя Моника, девушка, которая устроила вечеринку, появляется на моем пороге, держа что-то за спиной. Оказывается, она пошла на вечеринку и увидела парня, который украл мои кроссовки. Он пришел в них. Когда он снял их после перекура, она их стащила. Теперь, стоя передо мной, она показывает мне мои найки. Она сказала мне, что лучшей частью вечера было наблюдать, как он ищет их, как и я, а потом уходит в носках. Случай в метро Нью-Йорка. Парень оттолкнул меня, чтобы пролезть без очереди через турникет, оправдываясь, что он спешит на поезд. Через пару метров его остановили копы и провести досмотр. Ох уж эти люди в метро. Вчера одна женщина в битком забитом вагоне растолкала всех, чтобы пробиться к дверям и первой выйти на станции. Она ломилась к дверям, которые не работали и не открылись при остановке поезда. Я часто езжу в Вашингтон, округ Колумбия. Дорога составляет примерно 60 километров. В один прекрасный вечер я ехал, как обычно, и тут один мудак решил вклиниться в мою полосу. Вот так, просто и прямо сейчас. Он начал сигналить и прижимать меня к обочине. Я не стал рисковать и уступил. Машина, ехавшая позади меня, оказалась полицейской. Как же я был рад услышать сирену и увидеть красно-синие маячки. Моего обидчика остановили. Когда-то я жил на окраине небольшого городка в Австралии. Дорога от работы до дома представляла собой грунтовку протяженностью несколько километров по прямой. Дорога не освещалась, а вдоль нее с обеих сторон раскинулось тростниковое поле. Это была такая глушь, что сюда редко заезжали чужаки, и полиция почти никогда не патрулировала эту дорогу. Как-то я ехал с работы, соблюдал ограничения скорости 100 километров в час, и вдруг увидел машину позади, которая приближалась с бешеной скоростью. Водитель моргал фарами, сигналил и всячески давал мне понять, чтобы я убрался с дороги. Я прижался к обочине, а этот придурок рванул вперед на 120 километрах в час минимум. Он не успел отъехать далеко, как колесо попало в яму. На дороге темно, хоть глаз выколи. Машину повело, и он улетел в кювет прямо на тростниковое поле. Я был шокирован и рад одновременно. Затем впереди вспыхивает красный и синий свет, и включается сирена. Я никогда не видел полицейского на этой дороге до той ночи, поэтому я не мог в это поверить. Я остановился, чтобы спросить, нужна ли ему какая-либо помощь, и он сказал, «Не, спасибо, возвращайся домой, а я разберусь с этим придурком». Двойная мгновенная карма. В меня чуть не врезался велосипедист, который ехал по улице с односторонним движением в неправильном направлении. Пока он кричал на меня за то, что я не смотрю, куда я еду, потому что я следил за движением только в том направлении, в котором он должен был ехать, он врезался в передний бампер автомобиля, который ехал в правильном направлении. Однажды я ехал на велосипеде на работу, когда другой велосипедист проехал на красный свет и врезался в бок моего велосипеда. Мой велосипед – голландский монстр с остальной рамой, а его велик – просто легкая китайская дешевка. Его колесо сложилось пополам, а я получил небольшую царапину на каркасе. Он орал на меня, что я не вижу, куда я пру, и сломал ему велик, а я просто поехал дальше по своим делам, не обращая внимания. Было очень приятно. Когда я работал в пожарной части, нам поступил вызов о крупной аварии, которая произошла на автомагистрале между штатами. Мы немедленно выехали на место происшествия. В час пик движение на дороге очень плотное, мы попали в пробку, и чтобы сэкономить время, выехали на спецполосу, предназначенную для транспорта спасателей. Мы проехали примерно полпути, когда на нашу полосу вырулило БМВ. Водителю, видимо, надоело стоять в пробке, и он решил нарушить правила. Я стал сигналить, включил сирену, но этот урод не обращал на нас никакого внимания. Я стал прижиматься и настойчиво требовал уступить нам дорогу. Но он показал мне факт в окно и остановился, полностью перекрыв путь одной пожарки и двум машинам скорой помощи. В то время как в километре от нас люди были серьезно ранены, и им требовалась помощь. Он вышел из машины, начал что-то орать и качать права. Я посмотрел в свое зеркало и увидел, что дорожный патрульный бежит к нам, и он был в ярости. Парень из БМВ был немедленно арестован, его симпатичная машина была отправлена на штрафстоянку, а сам он попал в тюрьму. Люди в аварии пострадали, и две машины пришлось вскрыть, чтобы вытащить людей из покореженного металла. Убил бы урода. Это была моя собственная карма. Я учился в восьмом классе. Однажды я стоял на скамейке, когда увидел, что какая-то девушка неподалеку оступилась и упала. Я начал смеяться и показывать пальцем, а затем облокотился на спинку скамейки, заливаясь от хохота. Оказалось, спинка была сломана, и я упал прямо в грязь. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.